131 протокол с начала октября был составлен на нарушителей масочного режима в общественном транспорте Самары. Если сосчитать выписанные горожанам штрафы, станет обидно. Средствами, которые ушли на выплату взысканий, можно было бы распорядиться иначе. А для этого нужно было просто соблюдать необходимые меры безопасности для минимизации рисков заражения в период пандемии. Кто отмахивается, кто как. Но в основном все слушают, все одевают маски. Для меня это актуально каждый день. Я работаю в медицине, мы там только в перчатках и масках. Без этого никак нельзя. Требование надевать средства в защиту органов дыхания распространяется не только на пассажиров, но и на персонал, который находится на линиях. Водители и кондукторы проходят ежедневный инструктаж. Вне проверок именно они следят за дисциплиной. Рейды по контролю за соблюдением масочного режима на транспорте проходят ежедневно в часы пика и межпиковое время. Сотрудники городской администрации, полиции, представители компаний-перевозчиков и активисты городского штаба добровольной народной дружины фиксируют нарушения и проводят с пассажирами разъяснительную работу. В случае, если находится пассажир, у которого нет этой маски, или она есть, но он по каким-то причинам не желает ее надевать, не желает носить, он выводится из транспорта и в отношении него составляется административный протокол по статье 20.6.1. Часть первая – это до 30 тысяч рублей штраф. По первым административным материалам суды уже вынесли решение. Суммы взысканий довольно весомые – от 1000 до 30 тысяч рублей. С 1 сентября этого года из наземного транспорта Самары за нарушение масочного режима высадили чуть больше тысячи человек. В метро недопустили около 9 тысяч. Кстати, нарушителей наказывают не только за неисполнение требований Роспотребнадзора. Представители компаний-перевозчиков усилили проверки по выявлению безбилетников в городском пассажирском транспорте. Зайцев стало больше, рассказывают ревизоры. Кто-то прячется, кто-то говорит о том, что я вот одну остановку могу проехать бесплатно. Но на самом деле мы напоминаем о том, что в течение одной остановки каждый пассажир должен оплатить свой проезд. И общественный транспорт не является тем местом, где не нужно оплачивать проезд. О безбилетниках транспортным предприятиям сообщают по телефонам горячей линии. Контакты размещены в салонах общественного транспорта. И если раньше так называемые зайцы могли отделаться предупреждением, то теперь нарушителям грозит штраф от 500 рублей. В контрольном рейде жителям города в очередной раз напомнили о соблюдении мер безопасности в период пандемии и необходимости своевременно оплачивать свой проезд. Гражданам в возрасте 60 плюс от поездок лучше воздержаться и соблюдать режим самоизоляции. Совершать поездки в крайних случаях нужно беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События.